Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях этого дня расскажу вам я, Алексей Чернов, и мои коллеги. Перейдем к главным темам выпуска. Мэрия готовит иск в суд на Уфас из-за торгов по реконструкции набережной. Стоит ли отказываться от вакцинации? Об эффективности прививок наши корреспонденты пообщались с медиками. Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%. День России в Оренбургской области продлится 4 дня. Об этих и других новостях далее в выпуске. Торги по реконструкции четвертого этапа набережной реки Урал возобновили. Напомню, ранее Уфас нашло нарушение в закупках. Администрация внесла изменения. Однако на этом дело не заканчивается. Мэрия планирует подать в суд на антимонопольную службу. Жалобу на торги по реконструкции набережной подала компания «Новострой». Комиссия Уфас действительно нашла нарушение в аукционе. По некоторым объектам закупки товар был заточен под определенного производителя. Другие объекты не имели значимых характеристик. Так, для спортивных тренажеров, комплексов для людей с ограниченными возможностями здоровья и детских площадок заказчик указал лишь размеры. В администрации Оренбурга устранили предписанные нарушения. Прием заявок на проведение работ при конструкции четвертого этапа набережной продлится до 17 июня. Напомню, что стоимость контракта составляет около 200 миллионов рублей. Ранее мы рассказывали, что в мэрии решили сэкономить на реконструкции четвертого этапа, выбрав недорогие малые архитектурные формы. Закончить строительство планируется к 1 сентября 2020. Премьер-министр страны официально утвердил выдачу аттестатов выпускникам школ без сдачи экзаменов. Сколько 11-классников предпочли не сдавать ЕГЭ и какие результаты ожидают в управлении образования, мы поговорили с Ларисой Бебешко в пятничном выпуске новостей. Уже понятно, сколько выпускников предпочли просто забрать аттестат и отказаться от сдачи ЕГЭ? Вы знаете, эта ситуация настолько нестандартная и новая, что многие из них еще пока пребывают в раздумьях. Мониторинг тех, кто не сдает, ведется, но я думаю, что знать точную цифру мы будем только непосредственно к началу периода сдачи ЕГЭ. Но однозначно такие будут и обратная связь уже сейчас от школы какая-то вам приходит. Да, мы ее собираем оперативно. Я не думаю, что таких детей будет много, но тем не менее, такие выпускники точно будут. Аудитории, средства индивидуальной защиты, как это будет, какие требования сейчас предъявлены к пунктам сдачи ЕГЭ? Изменения касаются нескольких моментов. Начиная от момента входа в пункт, там предложено в рекомендациях не допускать ни в коем случае скученности. Предусмотреть несколько входов в пункт, но они должны быть оборудованы металлоискателями. В рекомендациях написано, что ребенок, входящий в пункт, имеет право быть в маске и в перчатках, если он захочет. То есть, а может и не быть? То есть, а может и не быть. Конец учебного года приближается и в высших учебных заведениях. 29 июня начнется итоговая тестация в Оргому. Однако нетрадиционный, дистанционный формат сдачи экзаменов привел в негодование студентов. Будущие терапевты, хирурги, стоматологи в этом году будут сдавать государственные экзамены в формате онлайн-тестирования. Проверку знаний без личного контакта с комиссией выпускникам устроили впервые из-за пандемии. Такой формат самых главных экзаменов возмутил студентов. Как их знания, приобретенные за 6 лет учебы, может проверить робот. Усюдует федеральная база. Эта система формируется уже на протяжении 4 лет. Здесь мы имеем базу тестов более 4000 заданий. Мы считаем, что это достаточно эффективный механизм оценки. Ректор добавил, что перед трудоустройством будущие врачи проходят первичную аккредитацию. Она трехэтапная. Она проводится под видеокамерами. Пускай их будущие пациенты не боятся. По примерным подсчетам ВУЗа, из потока выпускников этого года около 500 будут заниматься медицинской деятельностью в Оренбуржье. По данным Росстата, в 2019 году количество заболеваний куклюшем увеличилось на 40%. А в 2020-м статистика продолжает расти. По словам главного эпидемиолога России, причиной тому является все больше отказов родителей от прививок для детей. Насколько необходимы прививки и стоит ли их опасаться в сюжете Ванессы Петерс. Главный эпидемиолог страны подтвердил, что заболеваемость куклюша в стране продолжает расти. Даже несмотря на то, что привито более чем 95% населения. В Оренбуржье из-за пандемии и режима самоизоляции ежегодную плановую вакцинацию для детей пришлось отложить. Уже с 1 июня ее вновь возобновили. Мне кажется, что они нужны. Если прививки против гриппа, я не считаю, что они очень эффективны. Есть опасения все равно. После прививки бывает, что заболеваем, особенно когда грипп сделали. Эффективны при 90% вакцинировании от общего числа, чтобы те антипрививочники не выезжали за наш шеф. Я считаю, что это необходимая мера. И вот эта модная тенденция сейчас против вакцин и так далее, она влечет за собой массовые заболевания. По данным опроса телеканала ЮТВ, среди оренбуржцев 61% поддерживают приведение прививок как для детей, так и взрослых. Остальные 39% против. Они объясняют это тем, что не доверяют врачам и считают вакцины небезопасными. Есть и такие, кто считают, что иммунитет человека должен вырабатываться естественным образом. Естественным образом, разве встретятся дети все наши с корею, с дифтерией, с толдняком, коклюшом? Разве это реально? Да и не дай бог, чтобы встретились. Этим людям нужно знать про эти инфекции. Вот если бы они хоть когда-то, не дай бог, сталкивались и видели с полиомиелитом ребенка. Бывают и такие случаи, когда ребенок имеет противопоказания к прививкам. Он может болеть острыми респираторными вирусными инфекциями или же иметь обострение хронических заболеваний. Тогда прививки можно делать только после выздоровления или же ремиссии при различных заболеваниях. Все прививки, которые включены в национальный календарь, являются базовыми. Это те заболевания, которые представляют наибольшую угрозу и опасность для всего населения. Существует понятие коллективного иммунитета. Если пациент привит, он защищен. Это должно быть как постулат. По словам главного врача детской поликлиники, развитие вакцинации не стоит на месте, так же, как и сама медицина. И все вакцины, которые применяют медики, наиболее безопасны, так как они проходят ряд клинических испытаний, благодаря которым все негативные последствия прививок наименее опасны. Родители тех детей, которые настаивают на том, что прививка – это вред, могут встретиться с заболеванием и, к сожалению, неизвестно, чем закончится. Потому что осложнение от прививки минимальное по сравнению с осложнениями, которые может дать само заболевание. Для каждого ребенка, которому не смогли вовремя сделать прививку, будет составляться индивидуальный план. В связи с эпидемиологической обстановкой изменились и правила посещения поликлиник. Необходимо приходить четко по записи, быть и в маске, и в медицинских перчатках. В Оренбурге официально не открылся еще ни одного пляжа. Однако это не помеха для купающихся в жаркую погоду. Почему горожане пренебрегают правилами и где в области можно поплавать – расскажем в сюжете. На сегодняшний момент в Оренбурге открыто лишь четыре пляжа. Три в Орске и один в Ясном. Остальные места отдыха пока закрыты из-за эпидемии коронавируса. Напомню, на данный момент в Оренбургской области режим самоизоляции действует до 14 июня. Как сообщают сотрудники МЧС России по Оренбургской области, из-за роста заболевших COVID-19 в Бузулуке отложили открытие пляжа. Жаркая погода располагает оренбургцев к пляжному отдыху. Однако на данный момент в городе нет ни одного официально открытого пляжа. Несмотря на запрет купания, оренбургцам ничего не грозит. Купаться можно только на официально разрешенных пляжах, допущенных к эксплуатации. Как я сказал, их всего четыре пляжа. На остальных пляжах купаться запрещено по одной простой причине. Хотя бы потому, что водолазы не проверили дно. Также можно сказать, что вам не окажут квалифицированную помощь, так как нет спасателей. Мы штрафы не выписываем. У нас нет никакого постановления на это, ничего. Поэтому вам ничего не будет. Это вы делаете на свой страх и риск. В региональном МЧС напоминают, что плавать на пляжах, не прошедших о свидетельствовании, запрещается. Отмечу, что с начала 2020-го на водоемах области утонули 12 человек. Из них три ребенка. По данным МЧС по Оренбургской области, пляжи могут открыться с 15 июня. Анастасия Клесова, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ. Общие туалеты и всего лишь один душный этаж. Тараканы и жилые комнаты до 20 квадратных метров. Так живут около 170 оренбургских семей. Бывшее общежитие на Томилинской не видело ремонта более 30 лет. Условия проживания оценила и наша съемочная группа. Этот дом на Томилинской 246А 1966 года постройки. Раньше здание было мужским общежитием маршзавода. По требованиям общежития здание и строилось. На 34 квартиры на этаже, одна уборная и душевая. В 2013 году дом обрел статус многоквартирного, а планировка осталась прежней. Сами делали водоотвод мы с соседом. Потом уже постепенно кто хотел делать у себя в комнате воду, туалеты. Потолки вот поглядите, вот тек течет, там в конце во всех этажах течет. Вот рядом юность, там у них отдельно мужской туалет, отдельно женский. Пожалуйста, раковина, горячая, холодная вода. У нас же подходят к туалету и кричат, есть кто? Тут и тараканы и клапы. Один травит, переберегает к другому, к соседам. Про других соседей я не могу сказать, контингент разный. Ну, то есть от алкашей до нормальных. По словам вахтера, присутствие которой отголосками напоминает бывший статус дома, в здании до сих пор заселяются. Это в основном малообеспеченные граждане, приезжие с области или студенты. Комнату от 13 до 19 квадратных метров здесь можно снять и за 5 тысяч рублей. Но есть и собственники жилья. 18 квадратов, но с учетом, если вот совсем вот этим вот, своим, ну она будет стоить 1800. Как давно приобретали? В 2014 году в октябре. Сколько стоила здесь квартира? Вот эту я купила за миллион 250. Если деньги были, я бы, конечно, давно сразу купила в другом месте. Денег просто не хватило. Это было очень давно, действительно. Это прям было в самом начале. Ну, до 500 тысяч. Да. Дом находится под управлением компании «Южно-Уральская» с 2016 года. О причинах такого долголетнего застоя мы попытались узнать у представителей компании. Однако, когда сотрудники узнали о присутствии съемочной группы в здании, перестали брать трубки. Потом, сколько мы говорили, не говорили, жаловались, не жаловались, что нужно менять проводку. То, что вот так сгорит. То есть это второй раз. Наши электрики от управляющей компании ничего не стали делать. Дом, конечно, в ужасном состоянии. Никто его не ремонтирует, никто этим не занимается. У нас к варплату приходит, вот пришла 2600. Все в деньги, финансы упирается, правильно? Финансы. Финансы у нас такие. Кто-то платит за жилье, а кто-то не платит. И все, сходят в долги. Жители свои интересы на достойное жилье отстаивают не очень активно. Отмечу, что большинство собственников, с которыми мы пообщались, имеют стабильный заработок и не злоупотребляют алкоголем. Сменить жилье многие были бы и рады. Но это все, что они могут позволить на заработок величиной в прожиточный минимум. Валерия Шарова, Максим Морарь, городской телеканал ЮТВ. Пандемия нанесла серьезный ущерб российскому туризму. По оценке Ростуризма, недополученный доход составляет полтора триллиона рублей. Лишиться работы рискуют более семи миллионов человек. Из-за этих факторов прогнозируется, что отдых на российских курортах подорожает на 30%. Тему продолжит Ванесса Петерс. Одной задач по восстановлению пострадавшей экономики в стране Михаил Мишустин ставит расширять государственную поддержку внутренних и въездных туроператоров. Сейчас правительство активно запускает курортный сезон. Однако стоимость на отдых для граждан значительно повысится. Инициатива абсолютно нелогичная, поскольку, во-первых, с открытием зарубежных направлений они будут торговаться по более низкой стоимости. И, соответственно, привлекательность российских курортов сильно упадет. И конкурентоспособность в первую очередь. Будем много вывозить, будем очень мало оставлять. По инициативе Михаила Мишустина в поддержку туристической отрасли выступят льготные условия возврата по ранее выданным кредитам. Сами представители туристических компаний относятся к такой идее пока скептически. По их словам, поддержка, которая им действительно необходима, это продление субсидирования на каждого сотрудника, а также помощь в отношении арендной платы. Министерство культуры Оренбургской области объявило о четырехдневном праздновании Дня России в онлайн-формате. Всежелающие смогут поучаствовать в конкурсах, флешмобах, видеолекциях и акциях. На каких платформах это можно будет сделать и заинтересованы ли вообще оренбургцы, расскажем далее. День России в онлайн-формате в этом году пройдет на интернет-площадках. С 10.00 начнутся трансляции концертов коллективов Центра развития культуры области. Истафету подхватят централизованные медиапредставления. Горожане в честь этого дня могут украшать окна своих квартир патриотическими плакатами. К слову, акция «Окна России» началась еще 4 июня. Как отметили в Министерстве культуры, в первые дни празднования, а именно 10-11 июня, уже транслировались постановки прошлого года, оренбургских театров. Те особые условия, в которых мы сейчас работаем, они нам позволили открыть, скажем так, еще одну из граней нашей работы. Позволил сформировать целое новое направление, термин «цифровая культура». Этот день берет начало с 1990-х годов и считается одним из самых молодых государственных праздников. Насыщенная онлайн-программа заменила реальные мероприятия, которые обычно проходят в Оренбурге. Мы решили узнать у горожан, будут ли они отмечать этот праздник. Наверное, мы собираться в этот раз не будем, но мы про этот праздник помним, гордимся, любим. И на следующий год, надеюсь, встретимся и отметим его. Отмечать будем без алкоголя, встретившись со старыми друзьями. Благо, выходной у всех. Да не знаю уже, как таковые праздники для меня и нет существует. Соберем всех деток и пойдем по памятникам, по историческим уголкам нашего города. Мы сейчас на карантине вообще, в этом году мы особого значения этому дню не передаем. Как говорит наше руководство вышестоящее, что надо сидеть дома. Ограничиваться полтора метра, поэтому просидим дома. Затрудняюсь, я как-то даже и забыл. Наверное, нет. Жить долго и активно – это негласный слоган нового Оренбургского проекта. Люди старше 50 лет могут принимать участие в учебных и оздоровительных занятиях. Где же проводятся курсы «Счастливое долголетие» – подробности в сюжете. Пансионат «Марсово поле» рассчитан на 60 мест. Постояльцы живут в отдельных комнатах и ежедневно проходят оздоровительные процедуры. Участвуют в культурных мероприятиях. Однако после двух лет работы организаторам стало понятно, что формат нужно дополнять чем-то новым. Не всегда люди могут приехать и жить здесь постоянно, потому что есть домашние животные, есть дача, есть там внуки, есть еще какие-то обстоятельства. Есть запрос на такие формы, чтобы прийти сюда днем на несколько часов, пообщаться, позаниматься, узнать что-то новое. Более полугода открыта запись на отдельный курс «Счастливое долголетие». Эта программа работает на деньги президентского гранта, который выиграл пансионат. Постояльцы уверены – на пенсии нужно не доживать, а жить активной жизнью и узнавать что-то новое. Кроме того, это еще и практические занятия в плане того, что человек может сам рассчитать, например, свой рацион, понять, сколько ему нужно калорий, например, при питании. Какие-то блюда, рецепты мы всегда предоставляем. Если мозг не работает, он отмирает. Оплатить коммунальные платежи с помощью интернета, пообщаться с родственниками через социальные сети или создать новую папку Word. На курсы интернет за пять занятий уже записалось 90 человек. После полного снятия режима самоизоляции в день здесь будет заниматься 15 пожилых людей. В таком объеме группа проходит обучение за полтора месяца. Помимо навыков компьютерной грамотности, у участников есть возможность пройти психологические и оздоровительные курсы, а также повысить свою юридическую грамотность. Завершится курс созданием театрализованной постановки, которая пройдет в пансионате. Для того, чтобы записаться на курсы, необходимо позвонить по номеру телефона, указанному на экране. Екатерина Тонкопей, Федор Бородацкий, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все еще больше новостей. Смотрите на нашем сайте utv.ru. Если у вас возникли вопросы или вы хотите поделиться своими новостями, звоните по номеру телефона 09388. С вами был Алексей Чернов. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры делал DimaTorzok